Добрый день! Сегодняшнее видео посвящено работе HMI Cascade с двумя ESP 8266 типа WMS Mini через два брокера. Итак, первый брокер это Cloud MKTT, второй брокер это BIBOTTE, BIBOTTE, ударение, наверное, правильно, но это не важно. Итак, мы видим, что издатель ESP-1 отправляет данные на HMI Cascade, ну точнее они связываются через брокер, и мы видим на экране отображается генератор случайных чисел, который формирует ESP-1. Схемы там однотипные, ну естественно через второй брокер осуществляется аналогично передача тоже генератор случайных чисел, числа передаются и отображаются на HMI Cascade, то есть передаются на брокер, а уже подписчик их считывает эти данные. Это канал, сейчас на индикаторах демонстрируется передача с ESP, то есть ESP выступает как издатель, публикатор в данном случае, а HMI Cascade как клиент-подписчик. Мы видим данные, которые передаются с ESP на HMI Cascade. Реализованный еще обратный канал, то есть в данном случае HMI Cascade для первого ESP выступает как издатель, а ESP как подписчик. Даем команду, включить там индикатор, мы видим загорается индикатор на первой ESP на левой, выключить, она выключается. То же самое, так как проект одинаковый, мы можем сделать и со второй ESP. Ну, в принципе, реакция на включение довольно примерно одинаковая, по двум, через два брокера, хотя сегодня днем немножко потормаживал чему-то брокер Би-Бота. Сейчас вот работает довольно-таки быстро. Вот сейчас вот что-то ноль не сработало, выключение. Вот уже второй раз замечаю, то есть брокер Би-Бота как-то не совсем хорошо работает. Тогда как брокер Клоуд МКТТ работает вообще без проблем. Вот здесь что-то с подписочкой. Ну, можно остановить, перезапустить, чтобы соединилось, и посмотрим сейчас, попробуем выключить. Это не выключается. Значит, лучше тогда перезапустить, наверное, ESP. Давайте попробуем перезапустить ее. Так, где-то там была кнопка сброса, вот она, по-моему, нет, не эта, вот эта. А, сейчас она перезапустится. Вот, числа пошли, значит, он перезапустился. Итак, если мы делаем выключить, он не выключается. Ну, вот этот такой эффект. А, выключился, видите, какая задержка может быть через брокер Би-Бота. Вот, хотя сейчас работает без проблем. А брокер Клоуд МКТТ как работал, так и работает. Ну, здесь каждый выбирает, что ему нужно. Можно попробовать было третий. Я думаю, будет так же работать, потому что часть я уже проверил. Это брокер, который размещен на форуме FALPROC. Так называемый наш брокер МКТТ. Хотя он не совсем наш, но тем не менее. Через него тоже проверялось. В принципе, работает система. Как сделаны эти проекты, я думаю, ну, покажу сейчас, но здесь очень мелко. Я лучше выложу вам проекты, потому что здесь много времени потратил. Ну, естественно, я изменю там пароли, и каждый свой должен, МКТТ-юзер свой, вписывать, чтобы работал. Но, тем не менее, я их выложу под видео. Ну, и в том числе даже и проект по каскаде. Вот эта страничка брокера BeBot. Вот страничка. Сейчас посмотрим, где у нас. Это Клоуд МКТТ. Можно посмотреть тут, наверное, какую-то статистику. Она по-разному отображается. Вот тут, когда что передавалось, включен. Вот. Подключение давайте посмотрим. Вот два подключения. То есть, это первое подключение вот на этом брокере – это сама каскада. И второе подключение – это ИСП. И посмотрим то же самое на сервере BeBot. Если он есть, сейчас я его найду. Вот он, по-моему. Так, здесь что, какая есть информация. Использование учетной записи. Использование учетной записи. Вот, и строятся графики, сколько сообщений отправлено. Опять же, два постоянно. Так, где у нас их. Ну, вот они, данные эти меняются. Сколько принято, сколько отправлено. То есть, это можно смотреть на страничке. Вот таким вот образом. Подробно я, значит, есть много видео, как подключать. Конкретно, допустим, прописывать ИСП к тому или иному брокеру. Ну, проще взять проект и посмотреть. То есть, здесь задача ставилась не столько, так сказать, вас обучать, а показать возможности работы одновременно через два брокера. Кстати, один брокер может быть в локальной сети размещен. Вот у меня, допустим, роутер, так он вот тоже поддерживает МКТТ. Можно и через него. То есть, использовать МКТТ для локальной сети и для удаленного управления. Можно и так. Это позволяет делать HMI каскада. Работать одновременно с двумя брокерами. Вот для этого и делался тестовый пример. И я поделился с вами результатами этих испытаний. На этом все. Спасибо. Удачи. Используйте в своих разработках. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Ну, желательно, конечно, на почту. Ну, и под видео оставляйте свои комментарии. Не забывайте ставить лайки. Это способствует продвижению приложений. И, как следствие, ускоренному его развитию. На этом все. Спасибо.